А бывает так, что люди, которые просят у вас советы, ведут себя бесцеремонно и ни во что не ставят бодибилдинг, и вы даете им соответствующие советы. Так произошло, если я не ошибаюсь, на конкурсе Мистер Мюнхен. Да, это было 8 лет назад. В зале ко мне подошел один парень и сказал, я хочу выиграть конкурс Мистер Мюнхен. Мое позирование идеально, и у меня великолепное тело. Я хочу научиться новому стилю, освоить новую программу, такую, которую никто не ожидает увидеть. Я сказал, давайте я посмотрю то, что вы делаете прямо сейчас. Парень разделся, начал позировать. Ну, выглядел он никак, просто ноль. И позировал плохо. Я подумал, что, ну, знаете, ненормальный. Я подумал, если он считает, что позирует лучше всех, то я его слегка проучу. Что я сделал? Я сказал, слушай, у меня есть новый стиль позирования из Америки. Я переписываюсь с лучшими атлетами из Америки. Ну, и так далее. Я сказал ему, что новая идея — это кричать, когда позируешь. Он посмотрел на меня и сказал, и правда, идея свежая. Должно выглядеть впечатляюще. Если выйдешь на сцену и будешь кричать, то тебя точно заметят. Все будут смотреть на тебя, когда кричишь, точно. Я научил его кричать. Для начала натер маслом все тело, таким густым маслом. Мы стояли в душевой, и я научил его, как действовать. Чем выше поднимаешь руки, тем тоньше должен быть голос. Чем ниже их опускаешь, тем ниже становится голос. Вот так. Я отрабатывал с ним программу часа два. Потребовалось много времени, чтобы ее сотворить. Хочу сказать, что он освоил программу просто превосходно. Он вопил во всю глотку и высоким голосом, и низким. Ну, в итоге он поехал на конкурс «Мистер Мюнхен». Я сказал ему, что выход, точнее выбегание на сцену, должно сопровождаться особенно громким рычанием, что он и сделал. Разумеется, люди не были к этому готовы. Он вышел на сцену с воплями, выполнил 3-4 позы, и его убрали со сцены и вытолкали вон.